Олег, Даниил и Давид Управлять летательным аппаратом, мягко говоря, непросто. Трос, который крепится к авиамодели, пилот удерживает со значительным усилием. Вы встаете, если зашли с этой стороны, берете ручку, вот так берете, и вдвоем ходим по кругу. По кругу, да? Да. А она аккордовая модель, летает только по кругу, поэтому и управляется при помощи как раз тросов. Самолеты ломаются, правильно, да? Да, как правило, спускновения происходят не всегда, но бывает. Либо с соперником, либо с землей. А вот так проходят сами соревнования. Кульминация воздушного боя заключается в следующем. Сойдясь в 20-метровом полетном круге, соперники буквально танцуют вокруг друг друга. Задача – срезать ленту с самолета противника. Чем больше таких отрезков, тем ближе победа. Профессионализм и удача – это ключевое в нашем спорте. 13-летний Олег Коршунов знает, о чем говорить. Несмотря на юный возраст, Олег – виртуозный пилот. И бронзовая медаль в личном и командном зачете на недавних всероссийских соревнованиях – очередное тому подтверждение. Останавливаться на достигнутом Олег не намерен. Это отобраться в сборную России. Я вроде уже отобрался. И занять какое-то место на больших таких стартах, где много экипажей и большая конкуренция. Тренер Олега Анастасия Васильева рассказывает, именно в Химках расположен один из лучших в Москве и области кордодромов. Отчасти поэтому химчане уже традиционно становятся призерами всероссийских соревнований. И не только поэтому. Слаженная работа. Ребята давно друг друга знают. Они уже несколько лет занимаются в одной секции, в одной компании. И ездят по соревнованиям именно в том составе, в котором они были и в Смоленске. Сейчас у юных асов воздушного боя напряженный график тренировок. Впереди очередные всероссийские старты. Причем в этот раз химчанам далеко ездить за победой не придется. Этот турнир соберет более 80 экипажей авиамоделистов со всей страны. Он пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерное» уже в начале сентября. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.